Всем привет и прекрасного настроения! С вами Ирина Кудрявцева, Михаил Кудрявцев, вы по-прежнему на канале Дэнс Возьми. Сегодня мы к вам пришли с первой частью, а почему часть расскажет вам Ирина. Итак, друзья, есть такая важная стратегия внутри работы с тимворками, она называется вопрос-ответ. Это лишь часть того, что вообще существует в понятии тимворков, но довольно важная часть, которая помогает нам быть музыкальными, помогает создать такой классный диалог в паре. Да вообще клевыми быть, как мы любим с вами. Да, вот эта тема, вопрос-ответ, она очень широкая, есть огромное количество вариантов вопросов-ответов, мы их типизируем аж на 11, но сейчас мы возьмем лишь первую часть, самую простую, самую базовую, которую действительно можно пользоваться на любом уровне мастерства, имея любой танцевальный класс. И здесь сразу важно понимать, что если у этого ролика будет достаточно большое количество лайков, вы будете активными в комментариях, тогда мы обязательно снимем второй ролик, и даже, возможно, третий. И тогда за три части мы максимально понятным языком расшифруем, как же нужно работать с этим типом для того, чтобы вы могли как на дискотеках, так и на рейтингах и турнирах АСХ удивлять. Как зрительный зал, так в какой-то степени и партнеры, и партнерши. Стратегия вопрос-ответ заключается в следующем. Это повторение каких-либо действий партнером или партнершей. И тут существует, опять же, как мы уже оговорились, большое количество вариантов. Партнер может девочкой создавать вопрос, девочкой давать ответ, собой создавать вопрос, предлагая девочке сделать ответ, и так далее, и так далее, и так далее. Мы сейчас возьмем два самых базовых. Когда девочка задает вопрос, мальчик создает ответ, и когда мальчик задает вопрос, и девочка создает ответ. Эта стратегия, я думаю, большинству из вас знакома, и ей действительно довольно просто пользуется Чтобы вы понимали, вообще идеальный вопрос-ответ работает тогда, когда вы еще привязываете это с точки зрения музыкальности Но сегодня мы будем говорить в отрыве от музыки, как вы понимаете, да? Будем рассказывать именно про саму теорию Итак, предположим, партнер заводит партнершу в позицию инвитейшнл Партнер открыл мне инвитейшнл, я сделала шаг, развернулась И здесь делаю вот такой простой футворк Партнер увидел, что я сделала, ему понравилось, и он выходит на передний слот И делает такое же действие Как вы видите, это не в чистом виде классический тимворк, да? То есть если это был бы классический тимворк, партнер бы увидел, что я это делаю Встроился и вместе со мной просто на заднем слоту стал бы это делать, да? То есть это бы выглядело вот так Я прихожу в точку, я делаю вот это действие, партнер встраивается И мы делаем его вместе Это вариант классического тимворка Вы знаете меня, как Ирина Кудрявцева, королеву схем Но помимо схем, конечно же, я вырастила десятки танцоров по ДНД В том числе успешных, супер музыкальных просто ребят Которые умеют работать в стратегии музыкальности и побеждают в этой стратегии Если вы тоже хотите работать в этой стратегии максимально успешно Приходите на мой курс по музыкальности, который включает в себя 5 занятий В рамках которых вы узнаете и самое главное научитесь применять все знания и навыки Которые только возможны, которые только используют все чемпионы и старые Для того, чтобы быть максимально музыкальными и побеждать на этой стратегии Если вы тоже хотите, уже в этот четверг пройдет старт моего курса Практическая музыкальность Запись в парах Приходите, записывайтесь Вариант вопроса и ответа, он чуть сложнее, чуть интереснее Именно тем, что есть возможность показать, что у нашей пары есть взаимопонимание и диалог Ну, например, как Миша уже сказал В музыке я услышала какие-то повторения Я в эти повторения сделала свою ножку Партнер это увидел и на следующий блок повторения сделал свою Это выглядит очень классно, очень дорого Потому что мы показываем, что у нас одинаковое понимание музыки Что мы работаем в команде И у нас есть такой классный диалог Еще один пример такого действия Партнер вывел меня из променадной позиции И вот здесь он меня разворачивает И я на развороте, например, делаю вот такой прогибчик Партнер слышит, что там было замедление Разворачивается ко мне лицом И делает такой же прогибчик Вот это в чистом виде вариант вопрос-ответ Когда девочка задает вопрос, партнер отвечает Что же делать, если партнер не отвечает? На том конце провода тишина Ничего страшного, вы просто обыграли девушке свое классное замедление Да, или там классное повторение То есть вы показали свою музыкальность Партнер может поддержать эту идею, может не поддержать Но если он поддерживает, это всегда смотрится круче и дороже Поэтому партнеры, поддерживайте идеи партнерш Слушайте внимательно музыку и создавайте классные вопросы-ответы Опять-таки, когда мы используем с вами классическую хореографию Хасла диска Фокса в формате ДНД То мы часто используем, например, позицию Харлея Да, фактически любой паттерн, который партнерша реализует в этот момент времени Может являться вопросом Таким образом партнер может оказаться после этого на переднем слоту Сделать аналогичное действие Партнер не обязательно должен прислушиваться к тем моментам Когда девочка пытается предложить свой тимворк Партнер просто может увидеть какое-то действие, которое он захочет повторить И повторить его Вот и все Достаточно часто партнеры используют внутри хореографии Элемент под названием roll-in, roll-out Мы оказались в точке И партнер может тут же ответить ей Своим roll-in и своим roll-out Одним из самых частых и популярных примеров такого действия является верхний спин Когда партнер открывает девочке окошко Девочка в этом окошке что-то поделала Партнер увидел то, что она поделала И поделал то же самое Да, то же самое бывает с всякими прогибами, да, когда девочка здесь прошла с шейфом Наконец-то, мужики Но это с разрешения партнерша Как вы понимаете, эта же теория работает и в обратном направлении Теперь я буду предлагать свой вопрос И задавать плюс-минус благоприятные условия Для того, чтобы партнерша могла на этот вопрос дать свой ответ И в самом начале мы воспользуемся с вами Давайте теневой позицией Итак, мужики, вы зашли в теневую позицию Сделали вот такой паттерн Косолапо, выворотно И в конце волна После чего выводите партнершу на передний слот И партнершу делать аналогичное действие Как мы уже оговорились, вопрос и ответ работают в обе стороны То есть, если девочка обратила внимание, что партнер сделал какой-то интересный паттерн Какое-то яркое действие Отработал какой-то акцент в музыке Мы намотали это на свой несуществующий ус Подумали о том, что мы можем сделать то же самое И ищем то самое место, где мы можем это применить Ну, например Партнер выходит из какой-то позировки И делает красивый ронт-затяжку Я это увидела Дальше партнер начинает меня вращать И я понимаю, что вот здесь я тоже могу сделать ронт А если это еще и попало в затяжку по музыке То вообще будет идеально То есть я сделала ответ на вопрос, который мне задал партнер Девочка увидела, что партнер сделал волну Как только он открывает ей слот Она начинает действие с волны И потом перестраивается Мы же в Хасле обожаем вращаться Поэтому следующий вариант специально для нас Наш любимый Я завел партнершу Сделал какое-то действие После чего принял решение, что сделает динасимой поворот И уважаем передний слот После чего партнер ждет аналогичное действие Итак, сегодня мы в рамках этого ролика Разобрали два типа Когда партнерша задает вопрос, партнер отвечает И когда наоборот Партнер задает вопрос, а партнерша отвечает на него Но, как говорилось Ира в самом начале Таких типов действий намного больше И мы обязательно про все поговорим Если вы будете реально активны Если будете ставить лайки Писать комментарии Подписываться на наш канал Мы будем понимать, что темы актуальны и интересны И обязательно запишем продолжение этого ролика Ну а с вами была Ирина, Михаил Вы по-прежнему на канале Дэнс Узми Мы с вами не прощаемся Ведь совсем скоро здесь мы к вам придем С новым годным контентом Ну а больше классного материала Вы найдете на наших группах И на наших онлайн-классах Присоединяйте, пишите фличку Мы обязательно вам подробно расскажем О всех наших продуктах А для вашего удобства В описании будут ссылочки на наши группы И на группы наших коллег Спасибо, что были с нами Досмотрели этот ролик до конца До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok